Очень подлое, конечно, решение, но что было, то было. А вот накануне вот этого всего, в 90-м году в Москве проходил тогда собор, который, как бы считалось уже вот перед пришествием Господнем, накануне, очень интересный. И там наметились такие расколы, как бы, две фракции было. Вот две фракции. Одна из них, их можно называть как большевиками, другую меньшевиками. Большинство собора было за Иосифа Благоламского, меньшинство за Нила Сорского. Вот два таких ярких тогда авторитетных человека. Вот те, кто были в меньшевиках, меньшинство собора было за Нила Сорского, их после неудавшегося конца света, их тоже под нож впустили. Но самого Нила не казнили, он уже был старым, и он умер своей смертью примерно тогда же. А вот всех там сторонников его, кто был там, значит, их всех тоже под нож. Ну, буквально поджигали чаще всего. Хотя это такие же православные, абсолютно они не жидовствующие, они там, значит, также разделяли все вирования, но оказавшись, было показано впервые, что опасно не разделять, как бы, генеральную линию большинства. Как бы до того, до 1490-го, понимаете ли, в истории на Руси православие допускалось, как бы, разномыслие. И, как бы, всегда была какая-то оппозиция, там, значит, можно было как-то быть в меньшевиках, как бы, значит, походить. После этого было невозможно это. То есть, как бы, было наглядно показано, что, если ты вот там становишься в такую позицию, тебя могут просто-напросто сжечь, казнить, репрессировать, все-все-все. Вот такая история. А, кстати, а официально из-за чего-то, как бы, вот, сыр-бортовисты, почему там вот меньшевики, там большевики, значит, да, вот, в чем разница-то? А разница была очень принципиальная, кстати. В то время столько, оказывается, ну, деталей очень мало. К сожалению, вот подлинных каких-то там документов очень мало, на самом деле, честно говоря. Вот, но из того, что мы знаем, вот по крупицам, там, я понимаю, страсти теперь нешуточные. Вот, допустим, вот отношение к юридикам, допустим, да? А, вот, не, первое, отношение к Писанию, допустим, самый важный момент, отношение к Писанию. Вот, там был Иосиф и Нил, да? Иосиф, это Волоколамск, это Подмосковье, Подмосковье, Московская область, Волоколамск. Володский, Волок на Ламе. Река Лама, там, значит, Волоколамский. Вот, Волок на Ламе. Значит, вот, и Иосиф Волоколамский, и Нил Сорский на Сорке, или река Сорик, Сорик, Сорка. Вот, это тоже легко запомнить. Вот, Нил Сорский, вот, и Заволжские старцы. У них были очень разные взгляды. И вот, почему разделение было такое, как бы, меньшевики-большевики. Иосиф Волоколамский считал, что Библия, это, да, Божье Слово, конечно, но эта книга для служебного пользования, не для простого человека. Он даже издал книгу такую, она до сих пор, вот, переиздается в православии традиционном, называется «Просветитель». И он, значит, там написал, среди прочего, вот, по поводу Библии такое, что грех, мол, простолюдину писание чести. Читать Библию простому человеку – грех. Вот, это ему прямо было такое поражение. Для этого? Иосиф Волоколамский. Иосиф Волоколамский. Он считал, что это даже грех. В Волоколамске своем, в этом монастыре, он организовал образцово-показательное, вот, наказание смертью. То есть, простых христиан казнили за то, что они интересовались тем, что написано в Писании. Просто за то, что они интересовались тем, что написано в Библии. Уж читали они, не читали, там, мы не знаем точно, короче. Вот. И процессы ему были ужасные. Вот, знаменитые вот эти душегубки, это ж его придумка-то. Когда, значит, камеры, вот эти, официально называлось «дымом умаренных». То есть, это делалось, значит, вот, ну, как камера, туда загоняли людей, в полу были такие отверстия, а внизу, под этой камерой, да, там разжигался небольшой огонь и забрасывался, обычно листвой, там, чем-то тряпками забрасывался, и коптились, до смерти коптились эти люди. Притом, когда велись допросы, то вот в эти камеры, душегубки в эти, бросали людей, которых до обморочного состояния доводили копотью, потом вытаскивали, допрашивали, и снова в копоть. И допрашивали, и снова в копоть. И так вот пока, либо до смерти уморят, либо как-то еще. Короче, вот эти коптили. Потом, значит, вот эти всякие в Казанском соборе, там, выставлялись, в Ленинграде тогдашнем, вот эти кости-дробилки всякие, там, значит, зубы-дробилки, там, ну, жуть, ну, короче, ладно. Одним словом, инквизиция такая, что кровь в жилах стынет. Вот это все Иосиф Локоламский. Нил Сорский, он наоборот, он прямо в противоположном учил, что Библия, Божье Слово, он говорил, как раз, не для просто служебного пользования, а для всех. И не только для священок он писал, то есть не только для священнослужителей, как бы, для всех. Вот, и Нил Сорский, и его поддержали немногие тогда, в основном, эти его заволжские старцы поддержали. Потом поддержал его из князей, только потомок князей поддержал его один только, этот, по-моему, Васям Патрики, вот такой грамотный дядька, он даже на греческом читал, там, такой был, по тем временам, очень ученый мужик. Ну, не мужик, а он не из простых был, он был из княжеского рода. Васям Патрикиев он поддержал, потом Данил Косой, еще там пару, там, поддержал его. Вот, но их было меньшинство, то есть Нила Сорского поддержала очень мало кто. Вот, а большинство участников собора поддержало его сила Болоколамского. И сохранились некоторые письма Нила Сорского к братьям. Представляете, он в своих письмах приводит цитаты из Писания, убеждая людей читать, запоминать тексты из Писания. Представляете, то есть, это, ну, конец, получается, 15-го столетия, да, это, ну, реформаторское, по сути, заявление. Это, ну, в то время, да, если брать, вот на Западе что происходило, на Западе в это время, вот во Флоренции, в Италии было пробуждение примерно, вот в это же время было пробуждение, там был этот, как его звали, Савонаролы, Джероламма Савонаролы и его товарищи, там эти, Сильвестр Моруфи и Фра Доминико. Вот эти вот итальянские, доминиканские монахи того времени, вот они вот буквально один к одному, они не знали друг друга в то время, конечно, там, и не общались, но вот сейчас мы уже исторически уже видим, что они жили в одно время, и вот, и, по сути, в одном духе действовали, вот. Тоже Слово Божье, и акцент был всегда в письмах на Слово Божье и прочее. И прямая противоположность Иосифу. Если Иосиф Волоколамский, он инквизицию учредил, ну, не учредил, а ее вывел на такой, на широкий уже, на широкий ногу. А Нил Сорский, наоборот, он выступал, знаете что, против, он даже писал примерно следующее, что вот наказание для еретиков, одним словом, говорил, что наше оружие, как бы, да, против еретиков, ереси, он сам не одобрял многие учения там эти, но наше оружие это как бы убеждение, наше оружие это переубеждение. Даже когда, вот, жудовствующие гнали, там, евреев и, вот, простых, даже, крестьян обгородских, которые, как считалось, там, совратились в ере жудовскую, вот, то, представляете, значит, заволжские старцы эти вот, их называли еще нестяжатели, нестяжатели. Так вот, они прятали этих людей у себя в монастырях, вот, Нил Сорский у себя в монастыре прятал от расправы, потому что, значит, за ними охотились, и вот те монахи бы их просто казнили бы. А в монастырях вот этих, у Нила Сорского, они находили убежище. То есть, по сути, он как вот, ну, как вот во время Третьего рейха, получается, да, как вот праведники народов мира есть, там, спасали евреев. Вот, по сути, Нила Сорского можно тоже назвать одного из таких праведников древности только, 15 века, народов мира тоже, да, представляете, в то время. Удивительно было. Потом, значит, еще там, они по разным пунктам спорили между собой. Иосиф Волоколамский был ярым цезарепопистом. Он, ну, это очень сильно, конечно, князю московскому нравилось великому, потому что, поэтому князь, собственно, и эту позицию очень сильно поддержал. Может, он бы поддержал и Нила бы, но он поддержал и Иосифа все-таки. Потому что, значит, тот заявлял, что князь, он есть князь и душ, и тел наших, все, он как бы, он над всеми нами, значит, и в церковных вопросах, и в светских, он во всех, как бы, значит, главный у нас. А Нил Сорский, он очень четко разделял, приводил цитату как раз о том, что кесарю, кесарево, а, как говорится, слесарю, слесарево, как бы, значит, да, вот, значит. Вот, и, значит, царю царское, как бы, князю княжеское, но не божье. Вот так вот, он как бы разделял это все-таки. Потом, что еще? А, вот, о, еще. Это очень, кстати, важный момент. Нил Иосиф Алкаламский, он выступал за ярко, это тоже было, конечно, плюсом для князя великого. Он выступал ярко за рабовладельчество, очень четко за рабовладельчество. И монастыри, по его мнению, должны были быть землевладельцами и рабовладельцами большими. Притом, эксплуатация крестьянства монастырями была более жесткая, это все историки признают. Нежели даже, вот, государственная эксплуатация, допустим, или помещичья эксплуатация. Вот, то есть, по мнению Иосифа Алкаламского монастыря, даже было легко жить за счет такой беспощадной эксплуатации вот крестьянства. Нил Сорский, прямая противоположность в этом отношении. Те крестьянские, там, эти земли, семени, которые были в их ведении, он с ними строил партнерские отношения. То есть, не закопаляя их и не превращая их в рабов, а относясь к ним, как вот, ну, по сути, как партнеров. Больше того, когда даже голод наступил, да, то, значит, получается, что именно как раз вот Нил Сорский, его вот эти обители, они кормили как раз этих бедных. Иосиф Алкаламский, он был за богатую церковь, вот, или как стяжатель церкви, стяжатели, стяжание для церкви. То есть, понимаете ли, нищий народ, но чаши должны быть золотые, значит, там, купол злоченый должен быть, то есть, все должно быть блистать, чтобы... Ну, он, как бы, имел свое объяснение, что это, вот, должно быть, напоминать о Царстве Небесном, о Божьем Царстве, все, 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 не от мира и сего. Вот, как бы, даже если люди голодают и босые, да, значит, то должно быть все у нас в золоте. Нил Сорский в этом плане был как протестант какой-то, потому что протестовал против этих вещей. И когда князья, там, история интересная очень даже, получается, что Нилу Сорскому тоже жертвовали богатые подарки. Просто из княжеского, даже московского там рода, не помню кто там уж, были даже исцеленные люди, вот, по молитвам его. И дарили там чаши то золотые, то, значит, там, какие-то такие дорогие швейные золотом облачения, там, что-то еще дарили, коней каких-то дарили, там, значит, таких породистых дорогих, там, что-то еще там, соболей этих дарили. Ну, в то время, как монета была разменная. И, представляете, Иосиф-то был за эту роскошь. Нил Сорский распоряжался все это продавать, а на эти деньги кормили голодных, кормили крестьян, значит, и вкладывали в крестьянские хозяйства эти деньги. Представляете? Больше того, Иосиф Алакаламский выступал за такую форму, как ее назвать даже, вот, он, как старший пастор, допустим, там, да, будем так выразиться, он был, как вот, ну, царь вел себя, царем. И там к нему, чтобы попасть на прием, как говорится, надо оббить не один порог было. То есть, он сделал так, что вокруг него там целая канцелярия. Нил Сорский, он прям отличался. Там есть несколько описаний интересных о житии Нил Сорского. Там, значит, дело в том, что в последствии и тот, и другой были официально канонизированы Русской Церковью Православной. То есть, в принципе, хотя они друг с другом не состыковывались ни по другому пункту. И даже больше того, открыто потом заявляли, что не могут даже назвать друг друга христианами. Вот, они настолько, вот, конфликт был очень острый между ними. Но официально они вот и тот, и другой святые. Хотя, Русская Церковь Православная до сих пор официально признает генеральной своей политикой линии именно Иосифово-Голландского линии. Выработанную в то время еще. Вот. И, значит, когда приезжали в обитель Нила Сорского, не раз и не два, есть такие замечания очень интересные, то люди не могли понять, где же начальник, где же там сам Нил. Тем более, что он был и повинный, как обычный монах, и также на огороде работал со всеми, как бы, значит, не выделяясь. И также в трапезе они также все вместе кушали, вот, не разделяя там, значит, там ничего, значит, так же, что потопали, то и полопали. Значит, и, как бы, и вот жили братством. То есть, совсем другое отношение, другие отношения. Вот. И потом что? Там еще несколько, там удивительных несколько таких вот отличий еще есть еще. Ну, такие самые, такие важные, наверное. Вот. Ну, потом Нил Сорский уже тогда был уже старцем, но вскоре после этого он скончался. Но все, так или иначе, его последователи были репрессированы. Некоторые были убиты, другие были изгнаны, значит, и прочее, прочее. Хотя сам Нил Сорский, он был впоследствии объявлен святым православным церкви. Да? Вопрос есть? Можно по пасхалиям вопрос? Да. Вот в 1492 году было просчитано пасхали на тысячу лет, правильно я понимаю? Да. А это имеется в виду даты Пасх? Да. По годам. А почему они не совпадают? Тут Иерусалимская, Константинопольская и Римская. Как они просчитываются? Правда. Есть, нет, по датам. Римская и православная, католическая, это одна пасхалия. Просто из-за разницы календарей, старый и новый стиль, в принципе, вот и вся разница-то. А пасхалия одна, антисемитская пасхалия. И там, и там пасхалия антисемитская, которая была принята еще при Константине Великого. Пасхалия антисемитская в чем отличается? Что было заявлено, что должно было быть не 14 Ниссана, а воскресенье после того. Или же, ну, католиков бывает, да, и до того, редко очень. Получается, что главное, чтобы нести время в одно время. Православная пасха всегда получается после, по старому стилю, если празднуем, празднуем, да, то получается она после всегда, значит, пасхи библейской или еврейской пасхи. Вот. Ну, пасхалия антисемитская, да. То есть отправная точка берется весеннее рано детстве, 20 марта? Да, да. То есть это никак с Писанием не связано? Ну, да, получается, да. Ну, еще Константин заявил, что церковь должна Пасху праздновать не вместе с евреями, а после них уже. В день воскресный и желательно недели или две после того. То есть как бы, чтобы не совпадало. То есть это не библейское решение? Нет, это абсолютно не библейское решение. Вот. Было принято решение такое царем, императором, но большинство епископов уже было к этому готово. Потому что уже к тому времени назрел у многих очень. Еще, вот говорю, во втором столетии Папа Римский Виктор об этом говорил. Хотя малазиатские епископы Виктору возразили, и они не соглашались с ним, потому что они заявляли, что, значит, с апостольских времен мы знаем, что, хотя они бы не были евреями абсолютно, но с апостольских времен мы знаем, что вот, да, вот 14-й Несан они праздновали всегда. Вот, Исход праздновали Песох, Пасху. То есть, по-первых, это было мессианское, такое мессианское празднование. Оно не было таким вот, как сейчас, допустим. Вот, а Пасхалье современное, православное, она, да, вот такая вот. Хорошо, тогда следующий вопрос. А как сложилось тогда, что сначала в субботу собирались и в синагогу, и вечером, а потом сделали в воскресенье день покойный? Это при Константине. Это еще до Первого Вселенского Собора. Ну, прям буквально перед ним, накануне Первого Вселенского Собора. Это было решение Константина, опять-таки. Но, по его решению, священники должны были, служители должны были собираться не в день, в субботе, да, а после, чтобы власти видели четкую разницу, где евреи, а где христиане. Потому что до того, до Константина, в принципе, для большинства из правителей было непонятно. Даже христиан часто считали, в Путере назвали одной из сек иудаизма. Вот. До самого Константина, в принципе. Константин, он, как бы, решил, чтобы и для администрации было проще, понимать, и чтобы христиане отделялись от евреев вообще, вот, даже по времени, чтобы собрали. Вот. Предлагали, кстати, перед тем, чтобы было, перед субботой, пятница, но было странным это решение, потому что пятница, как раз для евреев, тоже время приготовления к шабату, как бы, и пятница вечера, тоже, в принципе, встреча шабата. Поэтому было принято решение после, лучше того, после, чтобы после. А в исламе, кстати, значит, вот Магомед, Мохаммед, да, основатель ислама, да, он, значит, посчитал, что как раз вот именно он сделает день поклонения, как бы, да, день намаза основного, намаза, молитвы основной, именно перед тем, раз христиане сделали после, то мы сделаем до субботы, чтобы это было, пятница. Упреждали, как бы, евреев. Вот. В принципе, вот, как-то так разобрались. Ну, еще такой вопрос сразу сопутствующий. Вот есть такое негласное учение, что Тора отменена, Новый Завет теперь, как бы, комментирует. Ну, есть ли какое-то официальное решение по поводу, потому что на страницах Писания это же не прослеживается? Нет, официального решения такого нету. Не, ну, и да, и нет. Есть решение соборов, но там не об отмене Торы, а об отмене еврейских традиций, предписаний Торы. Но нет такого, чтобы там, вот, чтобы мы отменяем, там, допустим, там, Ветхие Советы, нет, такого не надо. На Западе примерно, примерно такое было, примерно. Чтение Ветхого Завета запрещалось, допустим. На Востоке такого не было, абсолютно. Потому что даже до сих пор, там, вот, эти чтения Ветхозаветные, по римии называются, они до сих пор практикуются. А на Западе они были запрещены. Ну, как бы, опасаясь, видимо, вот, связи с еврейством. Я читал такое решение Папы Римского, там, и синода какого-то, не помню точно. Значит, решили, постановили, вот, в воскресенье. Да. Нашу Библию читают, там, или, там, что-то еще говорят. Ну, это чисто такие, вот, думаю, не знаю, подковырки какие-то, что ли. Хотя, скажу так, что протестантские церкви, так как вышли с католицизма, или с православием, да, люди, то во многом, да, несут на себе, вот, или в себе несут, вот, эту, какую-то, не знаю, традицию, что ли, историчность, вот, культуру, там, прочее. Наверное, наверное, так, да. А просто вот такой, этот, так, попутный вопрос. Да. Как вообще-то там может повлиять, то есть, ну, на меня, на верующего, тоже, допустим, на неправданную Пасху, на еврейскую Пасху, а на православную, или на, как же, на, ну, другое дело. Не, ну, а как повлиять на вас-то? Ну, просто я же, как бы, вот, праздную, само событие, а не именно дату. Ну, да, это другое дело, значит, но, то есть, на верующего, как-то, на вас, как-то верующего, не думаю, что это сильно повлияет. Не, я просто почему спрашиваю, потому что бывает, например, когда вот так вот разговор ставится. Да. Потом поднимается вопрос, а вот вы, а вы понимаете, что вы, как бы, не, не в тот день празднуете. Ну, я, например, понимаю, допустим, когда, допустим, Рождество, например, я праздную, если я праздную. Но, мы бывают служения, делаем 6, допустим, декабря, или января, по одной причине, потому что я знаю, что новые люди приведут, и я смогу им на этот день рассказать об Иисусе. Я тоже так поступаю, в принципе, и 25 декабря, и 7 декабря, там, когда там бывают собрания какие-то церковные, допустим, да, баптистов, харизматов, там, атлетистов, там, я бываю, посещаю, и я говорю, что да, вот, значит, сегодня там миллионы людей празднуют там Рождество и Христа, хотя Иисус родился, говорю, значит, ну, и не в декабре, не в январе, но, говорю, значит, ну, вот, как бы, сегодня я хочу поделиться с вами именно, вот, я так же мусульманам говорил, как раз, кстати, вот, но, говорю, я хочу поделиться именно самим фактом, вот, рождение Христа, вот, посланием этим, Спасителя нашего, вот, а исторически он родился, да, получается, в сентябре, вот, по-нашему. Ну, да, просто, мне кажется, вот, ну, правду знать, конечно, нормально, но, мне кажется, вот такие вещи, они, да, просто начинают переносить даже разделение с самыми же... Разделения, где-то будут, они неизбежны, эти разделения, споры неизбежны будут, я, я сам, честно говоря, перед выбором тоже, вот, как поступить, порой не знаешь. Знаете, ну... Я, например, я не был, ну, как бы, церковным человеком. Да. То есть, я вообще, то есть, как бы, никогда в храм не ходил, то есть, в ней здесь, как, крестили, то есть, и все, и больше никогда в храме не было. Но, когда я покарился, когда я побородился в Бог, то есть, как бы было, я не был, Вадим, какими там традициями, какими необрядами, ничем, то есть, просто встретиться со Христом. И многие, допустим, даты и праздники, которые, допустим, я праздную, что-то делаю, для меня важен сам, допустим, смысл события того, о чем я говорю. И когда, например, я встречаю на своем пути людей, которые начинают мне пену сразу доказывать, а кто-нибудь в тот день, ну, Пасху праздничать или еще что-то такое, ну, как бы, я понимаю, что это немножко, как бы, начинает у меня уже какое-то, не знаю, там, ну... Недоверие к этому? Не то, что даже недоверие, но вот именно, даже под какой-то закон, что не загонять, мне нужно найти именно какое-то определенное время, определенный час, чтобы, ну, как бы, чтобы поклониться Богу, чтобы исполнить то, что я раньше всегда с верой делал. Болезненный процесс как отхода от слова, так и прихода, возвращения снова будет болезненный процесс, я подозреваю, еще дальше больше будет болезненный процесс. Вот, но он неизбежен, этот процесс все равно, он идет, процесс возвращения. Вот, понимаете ли, просто вопрос времени, насколько это растянется и как он будет проходить. По моему убеждению, возвращение должно быть мирным, максимально полюбовным, терпимым, потому что, когда спинная урта, то это уже вне Христа, даже если это самый святой день. Возвращение к чему? К библейской традиции, я считаю, что рано или поздно церковь, она к этому все равно придет, потому что, ну, когда Господь придет уже, Христос, то там однозначно все споры прекратятся всякие, там уже и субботу в субботу люди будут приходить на поклонение Господу, значит, там не будет никто там уже возражать абсолютно. И там же тот же самый праздник суббот, допустим, кущей, там будут все приходить. Но, правда, те, которые не захотят, будут и такие, даже после пришествия Христа Второго, тоже найдутся такие некоторые там, что не захотят, но написано, у них не будет дождя написанная. Вот, с тем народу, которые не захотят приходить на поклонение вот именно в Христе, что-то, ну, в его дни эти назначенные Божьи, то у них будет проблемы. Даже после Второго пришествия у Захарии говорится об этом. Но сейчас, я думаю, что лучше быть среди тех, кто послушен Христу. Понятно, что возвращаться сложнее, сложнее. Теория прошла столько веков, понимаете. Даже протестантам в чем-то проще. Протестантам в чем-то, что есть от чего отталкиваться, есть Библия, можно порассуждать над этим. Для православных во многом сложнее все это, намного сложнее. Даже, быть, в православии сделано было специально даже все наоборот, умышленно. Допустим, вот, ну, к примеру, храмы все в православии ориентированы с запада на восток, да, допустим? Обращайте внимание, да? В Библии написано, что храм Божий, он был как ориентирован, наоборот, с востока на запад, да? Вот, для, значит, прикасания к мертвому, это не чистота. Для еврея, значит, там, для, ну, в писании, говорится, в православии, это считается, наоборот, чистота как раз. Самое освящение, как раз, к мертвому, к святому прикасаешься. Вот, допустим, там столько примеров, забыл уже все эти. Ну, там очень много примеров. То есть, все так было сделано. А, допустим, в традиции еврейской, да, иудаизм, там, допустим, в Турне-Четверг принято были посты всегда, значит, в православии было принято решение соборное, официальное, что вот раз у евреев вторник-четверг, мы принимаем решение, пятница, среда и пятница поститься, вот, значит, на перегорках по евреям. Вот, значит, и евреи празднуют в субботу радость, а мы поэтому будем плакать в субботу, объявим в субботу дни поминальными воспоминаниями умерших и посвящаем умершим. То есть, ну, как бы много было придумано таких вещей, которые, поэтому протестантам в чем-то проще, а в чем-то и сложнее, конечно, потому что, как бы, своя уже тоже определенная теология, но, на мой взгляд, все-таки будущее за, как ни говорится, за мессианство пропустить, будущее. Вот, в ближайшие десятилетия это будет набирать силу только лишь. Вот, ну, и, по крайней мере, когда придет Господь, тогда уже все, согласно пророчествам, все, как бы, станет на круге своей основы. Ну, допустим, если мы, например, берем Новый Завет, в Новом Завете я не вижу, чтобы, например, людей, которые были обращены именно к язычникам, или Павелу, или кто-то призывал к тому, чтобы они соблюдали вот эти вот праздники, которые соблюдали они как явления. Потому что, например, если бы это настолько было бы важно, как нам сегодня надо делается на этом ударение, хотя бы где-то это проследует. Нет, там есть моменты, некоторые есть, которые прослеживаются. Просто для того времени, для апостолов это было все само собой разумеющееся, как бы, в принципе, как бы, и, значит, бесспорные вещи. Ну, не только, что, допустим, апостолы из евреев проповедовали, потом уже пошли уже из язычников к служителям, которые пошли. Да, да. И они же не проходили в то время каких-то особенных, допустим, там, школ при Синоболах, где они изучали всю эту культуру и все эти праздники. То есть, ну, скорее всего, приходя, они не учились на эти вещи. Ну, апостолы говорили, что там слово как раз изучается во всех этих, как раз, школах, значит, синагогах звучит. Кто желает, может там учиться, в принципе. Но, опять-таки, опыт Первой Церкви, он, ну, скажу так, это тема отдельных разборок, честно говоря. И у меня есть, просто не хочу вас сейчас, как бы, в эту сторону увлекать, хотя интересная тема, интересная тема. Я сам разбираю мессианское служение просто сейчас все больше и больше, потому что сталкивался и сталкиваюсь, знаете, с чем? Что в реформаторском труде своем, православном, я не могу это пройти мимо. Просто не могу. Потому что большинство вопросов реформации православной церкви, они упираются вот именно в мессианское служение. Просто упираются. И я поэтому сделал для себя будущее, что на сегодняшний день я служитель и мессианский тоже, потому что для православия в целом это какой-то даже выход из создавшегося положения. По многому даже. Кстати, православие, несмотря на свой антисметизм в целом, сохраняет многие традиции еврейские, библейские традиции. Вот я говорил, что, допустим, там день начинается с вечера до вечера, допустим, да, неделя, допустим, с воскресенья до субботы. Потому что в таком светском календаре с понедельника до воскресенья обычно календарь, да, идет всегда. А церковный православный календарь идет с воскресенья, получается, до субботы. И годичный цикл тоже идет у нас с середины сентября до середины сентября. Получается. И много другого есть. В принципе, многое плохого, многое интересного такого, как бы, такого древнего. Именно в православии сохраняется. Поэтому в чем-то это будет ответ очень хороший для православных, я считаю. И уже немало, кстати, православные священники, я заметил, вот протестантам не особенно как-то верят, доверяют. А вот евреям больше доверяют почему-то вот. Потому что эти эти традиции. Ну, и схожим традициям, схожим. Схожим традициям. А мы смотрим больше, что дело на христе. То есть мы, как бы, ну, допустим, право-протестантский взгляд, допустим, мы смотрим на то, что это слово Божие. Это аморальный закон. Это действительно, это ведьменно то, что нам давно было. Но в то же самое время верующие сердечников, они не призваны выполнять все праздники и все законы, которые там написаны. То есть, когда... Не, ну все-то почему? Ну, то есть, удаляйся от буда, удавленной крови, не наклоняйся идолам. Ну, и учения Иисуса Христа, конечно, которые даже на голову выше тех законов, которые были. То есть, там не есть женщина, там не пожелай. Ну, и в Ветхом Завете тоже не пожелай есть. В принципе, Иисус, Он во многом развивает то, что было уже. И, в принципе, борется Иисус при своей земной жизни, получается, с теми как раз вот человеческими предписаниями, которые отмевали заповедь Божия. Божия. Вот так. Ладно. Перерев давайте. Давайте сделаем перерев и сделаем потом. Продолжение. О мессианском, наверное. Спасибо. Или о православном все-таки нет.